Традиционно колонна автомашин, груженная подарками для ветеранов Великой Отечественной войны, выдвигается от администрации Нефтекамска в 10 утра. Один из героев, Геннадий Улыбин, пополнил в списке солдат последний призыв 17-летним юношей в 1944 году, а после победы продолжал службу в воинской части. Тогда ему удалось поработать под руководством легендарного Михаила Калашникова. Правда, недолго я проработал с Калашниковым, но если так выразиться по производственному, то от Калашникова я ушел с шестым разрядом, слесаря как бы, сборщика. При вручении подарков ветераны имеют возможность не только поделиться своими воспоминаниями, но и рассказать о том, что сейчас беспокоит, какая требуется помощь. Но люди, пережившие войну, как правило, не любят жаловаться и ограничиваются словами благодарности. Крепкого здоровья вам. Ну, спасибо, дорогой, спасибо. Мира, добра и благополучия. Не забывай от нас. Это вам как раз администрация? Ага. Как раз от имени Слобы. Уже не первый год акция по доставке подарков ветеранам на дом проходит с участием городских служб такси. Для водителей это не просто жест помощи администрации, а в первую очередь дань уважения ветеранам. Поздравление это как бы святое для нас. Не зря, что они воевали. У меня как бы дед тоже воевал. И как бы от лица нашей службы ГОС хочу поздравить ветеранов с великой победой и пожелать им здоровья, счастья и долголетия. В качестве небольшого поздравления герои Великой Отечественной войны получили сладкие подарки, открытки с теплыми словами благодарности за свой подвиг и пожеланиями здоровья, в том числе и от главы региона, сертификаты от стоматологической клиники и термосы. Я думаю ветеранам будет приятно сегодня такой набор получить подарков, поздравления уже начинать получать с сегодняшнего дня. Поэтому сколько вот сегодня мы сможем обнаружить дома, вручим. А остальные, кого дома нет сегодня, кто в отъезде, они получат в течение нескольких дней. Уже мы сами будем раздавать, доставлять до дома. Всего в этом году подготовили 97 подарочных пакетов, которые планируется доставить адресатам до 9 мая. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова